В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. С вами Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. В муниципалитете отметили День работников жилищно-коммунального хозяйства. В парадигме, когда губернатор говорит, что житель всегда прав, а это как раз в основном сфера жилищно-коммунального хозяйства. Шесть команд из разных стран съехались в Видное на международный хоккейный турнир «Дружба». Вы живете движением, движением на льду, шайбой, сплюшники. Создаете для нашего подрастающего поколения примеры. На территории Виднорского ПТП прошла репетиция нового трюка силача-экстремала Сергея Агаджаняна. Слава великой победе! В Ленинском городском округе отметили День работников жилищно-коммунального хозяйства. Праздник прошел в Доме культуры, куда были приглашены люди, которые работают на благо общества. Ежедневно обеспечивают жителям муниципалитета водой, теплом. Создают благоприятную обстановку на территории городского округа. О виновниках торжества расскажет Юлия Пагасьян. Представители всех коммунальных служб Ленинского городского округа собрались в актовом зале Дома культуры, чтобы отметить свой профессиональный праздник. Видновское производственное техническое объединение городского хозяйства, Дорсервис, управляющие компании. Все эти люди изо дня в день стараются сделать муниципалитет комфортным для проживания. Я считаю, они все справляются. Весь комплекс городского хозяйства и управляющие компании, которые входят в городской округ, а это десятки компаний, они находятся на хороших позициях в рейтингах областных. Поэтому, думаю, в целом все хорошо, но, конечно же, всегда есть чему стремиться. И мы работаем в парадигме, когда губернатор говорит, что житель всегда прав, а это как раз в основном сфера жилищно-коммунального хозяйства. А помогают работникам ЖКХ сами жители. Сейчас набирает обороты общественная организация «Ассоциация председателей многоквартирных домов». Возглавляет ее активистка Людмила Лернер. Только в прошлом году «Ассоциации» было проведено 7 форумов «Управдом», которые позволяют выстроить конструктивный диалог между жителями и представителями жилищно-коммунального хозяйства. Есть взаимодействие с жителями. У нас вот «Ассоциацию» приглашают на все штабы, на штаб ЖКХ, час ЖКХ. Мы, честно, взаимодействуем с отделом благоустройства. То есть мимо нас ничто не проходит. Но, естественно, сколько людей, столько мнений, где-то мнений совпадает. Я считаю, что всем должны заниматься специалисты, а мы поможем и подскажем. Праздник удался. Десятки награжденных. Среди них как руководители предприятий ЖКХ, так и рядовые работники. Ирина Федосеева – одна из тех, кто выходил в этот день на сцену за заслуженной наградой. Мне очень приятно. И я благодарна своему руководству, что номинировали меня на наградных. Праздник – не повод расслабляться. Даже во время торжества работники ЖКХ обсуждают планы и ставят цели на ближайшую перспективу. Так, например, в этом году планируется улучшить качество предоставляемых управляющими компаниями услуг. Большое внимание уделить федеральной программе «Чистая вода». Сегодня я вам скажу, в среднем обеспечить по многоквартирным домам около 98%. Частный сектор гораздо меньше. Поэтому строительство водозаборных узлов. Следующая задача – это, безусловно, обеспечение жизненных условий людей в многоквартирных домах. Это придомовые территории, это подъезды, это кровли. То есть программа капитального ремонта. Так, в этом году капитальный ремонт пройдет в 23 многоквартирных домах. После официальной части праздник продолжился выступлениями артистов. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Юлия Погасян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Определен список победителей ежегодной премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лучший по профессии» в 2020 году. В конкурсе принимают участие самые креативные и продвинутые работники учреждений сферы культуры и дополнительного образования. В этом году победу в номинации «Лучший работник библиотеки» одержала заведующая библиотекой деревни Мильково Анна Шмелева-Михайлова. Своими секретами мастерства она поделилась с Екатериной Борисовой. Анна Шмелева-Михайлова заведует Мильковской библиотекой уже пять лет. До этого успела поработать и специалистом в сфере социальной защиты, и директором клуба, и мастером-ремесленником. Когда ей предложили возглавить библиотеку, она и не предполагала, что нашла свое истинное призвание. Я никогда не думала, что я буду работать в библиотеке. Это для меня был такой, как сказать, скачок в жизнь, потому что я уже на тот момент не собиралась работать, а просто хотела творить. Но просто сидеть в закрытых дверях и выдавать книжки мне было неинтересно. Я начала копать. Самые новые, смелые и интересные находки Анна применяла на практике, экспериментировала и адаптировала идеи под себя. Так появилась творческая мастерская «Старый шмель» – литературно-познавательная гостиная для самых маленьких читателей в гостях у тетушки-совушки. Театрально-кукольная студия, волшебная страна и многое другое. В первый же год мы взяли большую областную награду. Тогда был конкурс «Московский серпантин», этот «Новогодний серпантин». И мы взяли третье место. Было смешно услышать, потому что первое место был Химкинский парк огромный занял. Второе место занял Дмитровский Кремль, а третье – библиотека деревни Мильково. Три года назад Анна Шмелева-Михайлова устроила первый экологический фестиваль «Эко-Библиофест». Вместе с ребятами-волонтерами они озеленяют близлежащие территории, сортируют мусор, проводят просветительскую работу с жителями. Посетители поддерживают библиотеку как могут, дарят книги, принимают участие в любых мероприятиях. Что бы я здесь ни делала, если бы я не нашла поддержку читателей, то не было бы этого. Я могла бы сколько угодно хотеть это сделать. Библиотечные проекты не раз были отмечены наградами, в том числе премией губернатора «Наша Подмосковья». И вот теперь новая уже личная победа. Анна была признана лучшим работником библиотеки в конкурсе на соискание премии губернатора Московской области лучшей по профессии. Там оценивалась работа библиотеки в общем, под моим руководством. Оценивалась я как профессионал. Какие были достигнуты результаты, сколько их, какое посещение читателей. Оценивались соцсети, оценивалась работа в общем, планы, перспективы. Вот всё. Сейчас в Мельковской библиотеке более 600 читателей. Библиотечный фон насчитывает 7 тысяч книг. Сложно представить, но в библиотеке есть только один сотрудник – сама Анна. И больше всего она мечтает о помощнике, с которым она сможет воплотить в жизнь ещё больше интересных идей. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Борясь с волнением, они впервые в жизни вышли на сцену, чтобы исполнить перед зрителями свой первый музыкальный номер. В детской школе искусств посёлка Горки-Ленинский прошло традиционное мероприятие – посвящение в первоклассники. Стоит отметить, что проводится оно ежегодно уже на протяжении нескольких десятков лет. Какие посвящения было в этом году, расскажет Максим Козлов. Небольшой зал детской школы искусств поселения Горки-Ленинский с трудом вмещает всех желающих. Многие родители наблюдают за процессом из дверей. Когда именно зародилась эта традиция, посвящение в первоклассники сейчас уже никто и не вспомнит. Одно ясно – было это очень давно. В этом году церемония несколько отличается от предыдущих лет. Нашей школе в этом году 55 лет. Я училась достаточно давно, 23 года назад. И сколько я себя помню, мероприятие проводилось. А поскольку мы чтим традиции, мы решили не избавляться от этого и традиционно проводить это мероприятие. В этом году у нас не было приёма на художественное отделение и на хореографическое. Поэтому у нас получился только музыкальный концерт. В 2019 году 22 ребёнка поступили на музыкальное отделение Школы искусств. Скоро они наверняка будут уверенно себя чувствовать за клавишами фортепиано или синтезатора, со скрипкой или баяном в руках. А пока – демонстрация первых, пусть и небольших достижений. Несмотря на то, что большая часть учебного года уже позади, традиция организовывать посвящение в первоклассники именно сейчас имеет под собой практическую основу. Во-первых, это первый концерт. Они уже к сегодняшнему дню что-то научились делать на своих инструментах. Уже какую-то музыкальную грамоту прошли. Поэтому показать то, чему они научились, вот сейчас самое время. Поэтому мы делаем этот концерт в марте. В районе мы первые начали проводить. Мы называли его «Начали посвящение в первоклассники». Такое у нас было. А теперь это распространилось по всем школам нашего района музыкального, я имею в виду. Тем временем мероприятие продолжается. Но не только свои практические навыки должны продемонстрировать юные музыканты, коллегам и родителям. Но и теоретическую подготовку. А вот тут пока получается не очень. Загадка. На пяти линейках ноты дружно выстроились в ряд. Знает каждый ученик, получился... Всего в Горкинской школе искусств учатся более 150 учеников. Поскольку поселение Горки-Ленинский расположено, по сути, на границе двух муниципалитетов, немало детей приезжает сюда из городского округа Домодедово. Многие родители сами когда-то постигали музыкальную науку в этих стенах, а теперь привели сюда детей. Катя Мерная пошла по стопам мамы. У нее сегодня тоже первое выступление, а у мамы первые волнения. Я здесь училась, закончила в 2000 году музыкальную школу по классу фортепиано. Училась я у преподавателя Астафоров Елены Анатольевны. Сейчас моя дочка, у нее первый год учится. После того, как каждый новичок продемонстрировал свои умения, начинается официальная часть. Естественно, какое же посвящение в первоклассники без торжественной клятвы. Каждая строчка в ней весьма символична. Начинается с названия семи нот. Торжественно обещаю. До. Достойно продолжать славные традиции детской школы искусств поселка Горки-Ленинские. Обещаю. Нота Р. Решительно бороться и побеждать трудности, которые встречаются на увлекательном пути к высотам музыкального мастерства. Обещаю. В заключение церемонии каждому из ребят вручили свидетельство юного музыканта. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. В Ледовом дворце Арктика прошло торжественное открытие международного турнира по хоккею с символичным названием «Дружба». Участие в соревновании принимают шесть команд из Казахстана, Белоруссии, Германии, Швейцарии и России. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Подробности у Натальи Буслаевой. Под аплодисменты зрителей для торжественного построения на лед вышли все шесть хоккейных команд международного турнира «Дружба». Участие в соревновании принимают спортсмены из Германии, Швейцарии, Казахстана, Белоруссии. Нашу страну представляют клуб «Альфа» и видновский «Металлург». Само название нашего международного турнира «Дружба» – «Дружба» у нас в любом виде спорта. Особо приятно осознавать о том, что вне зависимости от вашего рода профессии, от вашего возраста, вы живете одним, вы живете движением, движением на льду, шайбой, с клюшками, создаете для нас подрастающим поколением пример. Как отметил президент Федерации хоккея Ленинского муниципального района Сергей Дудко, это первое спортивное событие такого масштаба – настоящий праздник хоккея. Его проведение стало возможным благодаря совместным действиям администрации городского округа и Федерации хоккея. Мы постарались сделать очень интересное такое, я бы назвал, хоккейное шоу на льду для наших болельщиков, которых в городе достаточно много. Надеемся на то, что команды любительские, но очень сильные, очень сильные команды мы собрали, которые изъявили желание. Есть игроки, которые в прошлом поиграли в очень серьезных лигах, в КХЛ, в НХЛ даже и так далее. Поэтому, я думаю, будет очень интересный хоккей. Все игры турнира будут проходить в Ледовом дворце Арктика в течение четырех дней. Такие турниры, особенно в формате международных отношений и, в общем-то, за рамками официальных мероприятий, официальных чемпионатов, турниров, их надо всегда поддерживать, потому что, ну, первое – это пропаганда спорта. Второе – это все-таки какие-то и общественно-политические цели, как взаимоотношения между странами, людьми, народами. И, конечно, они значимы, и они важны. После официальной части на лед вышли юные фигуристы балета на льду Арктика. Право первого символического вбрасывания было предоставлено известному человеку в спортивной жизни муниципалитета Валерию Нефантьеву. Сразу после церемонии открытия состоялось два матча. Белорусский «Атлант» сразился с хоккейным клубом «Алматы» из Казахстана. И хозяева площадки, видновский «Металлург», сыграл с гостями из Германии. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошлева, «Видное ТВ». Сравнимый по своей силе с героем комиксов экстремал-общественник Сергей Гаджанян приехал в «Видное», чтобы провести репетицию своего нового трюка. Спортсмен-любитель известен тем, что перетягивает разную многотонную технику только собственными усилиями. В «Видновском ПТП», где проходила репетиция номера, побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Сегодня мы станем свидетелями уникального события – перетягивания человеком веса около 50 тонн без специальных приспособлений, как это обычно делается в силовом экстриме. Председатель областного отделения Российского спортивного союза молодежи Сергей Гаджанян в рамках подготовки трюка для патриотического флешмоба, когда он собирается потянуть за собой отечественный самолет «Сухой Суперджет-100», приехал в «Видное». Здесь, на территории ПТП, он решил сымитировать подобные обстоятельства. Передвинув эвакуатор весом 40 тонн и 10-тонный автобус на жесткой сцепке. В рамках патриотического флешмоба в течение полутора лет мы перетягиваем различные виды техники, отечественные техники, подчеркну, знаковые техники как для Советского Союза, так и для России современной. То есть это берется техникой не только периода Великой Отечественной войны, но и вообще любая техника, чем-то отличившаяся в истории. И вот такую историческую память мы как ниткой сшиваем своими экстремными номерами. Отличительная особенность номеров заключается в объединении спортивного и сценического экстрима. Каждый трюк сопровождается надуванием медицинской грелки до ее разрыва. Знаковое событие посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Спортсмен покажет, какие возможности есть у человека. На самом деле они очень большие, ресурсы, потенциал огромный. Ну и смысл этого всего мероприятия – здоровый образ жизни, показать, что здоровья у каждого много, просто им нужно заниматься, и тогда будет все хорошо. Чтобы исполнить такой трюк, помимо обычных походов в спортзал, необходимы специальные тренировки. Главное – рассчитать нагрузку и распределить ее на все части тела. И вот после длительной подготовки наступает ответственный момент. Будущий патриотический флешмоб будет посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Слава Богу, все хорошо. Спасибо большое за поддержку. Не сделать мы не могли. В прошлый раз, скажу, мы делали автобусы малого класса. Три тонны, но большое спасибо «Видновскому патру». Без его профессиональных специалистов не получилось, потому что многое зависит от факторов накачки колес. Если колеса спустить, я просто это не сдвину. Исполнение трюка с перетягиванием самолета запланировано на ближайшие месяцы на аэродроме в Жуковском. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, «Видное ТВ». И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»